Официальное открытие этого музея на следующей неделе. Но в рамках месячника военно-патриотического воспитания в станице Благовещенской музей уже принимает гостей и проводит уроки мужества. Практически вся экспозиция этого музея из частной коллекции. По инициативе руководителя пансионата «Ласковый берег» Сергея Загвоздина ее перенесли из полуподвального помещения в просторный зал. Предприниматель Владислав Брусник объяснил свое желание выставить предметы частной коллекции на всеобщее обозрение так. Можно было просто наклеить наклейку. Спасибо деду за победу, но появилось желание сделать нечто большее. И такая возможность была и есть. Благодаря семье помогают полностью. Зов в сердце просто. Экспозиции показывают, что немецкий офицер пришел на российскую землю отменно экипированный. Походные печки буржуйки, термосы, кровати и утепленная амуниция. Все это можно увидеть на музейных стеллажах, собранных словно в одном большом блиндаже. Здесь много снарядов, оружие Второй мировой войны, образцы формы, в которую одели манекены для пущей наглядности. А вот и знаменитые детали настоящего пулемета «Максим». Первые советские бронежилеты. Советские солдаты были оснащены скромнее. Но именно они разгромили фашистов. О подвигах тех дней рассказывают в этом уютном зале ветераны-историки-краеведы. Здесь, рядом со станицей Благовещенской, 40 танков тоже шли в атаку на наших десантников. И 19 из них остались лежать или загорать навечно здесь на песке. Один из таких уроков мужества снимали корреспонденты телеканала «Кубань-24». Уж очень атмосфера музейного зала насыщена духом того времени. Участник войны, 92-летний ветеран Алексей Степанович Ярославцев своим колоритным образом дополняет это ощущение. «Но это очень хорошо для подрастающего поколения». А о себе очень скромно. «Больших городов не пришлось брать. А так по мелочи проходили. Где-то все около. «Ничего себе по мелочи, вся грудь в орденах». Огромное счастье, что мы имеем возможность общения с такими людьми. А музей располагает огромной и бесценной базой данных о ветеранах Благовещенской. За 70 лет прожавел металл. Но память народная крепче и благодарность наша искренняя.